Проверки профессионалы и дилетанты, вашему вниманию второй стыковой матч между командами Спартак и Парадайз, вернее Парадайз и Спартак, ну первую игру, потому что именно Парадайз проводил дома, сейчас игра на поле Спартака, Спартак в черной форме, Парадайз в белой. В первой игре счет был зафиксирован 2-2, при том, что Спартак рассмотрелся чуть более цельной командой, они выполнили задачу на гостевой матч, забили два мяча, ну и теперь счет 0-0, например, Парадайз уже не устраивает, они должны забивать и забивать, ну скажем так, забивать много. Конечно, счет 1-0 уже Парадайз тоже устроит, но при этом, если Спартак вдруг сравняет, все равно дальше проходит, ну скажем так, здесь не красно-белые, а красно-черные. Спартак зарабатывает угловой удар, начало матча, но он продолжается, вернее идет так же, как и первая игра, то есть с определенным преимуществом Спартака. Ох ты! Вот это сейчас был удар. Голкипер у Парадайза хоть и седой, но угрозу отводит еще один удар, но пока Спартак полностью доминирует, и знаешь как, только голкипер выручает ротор, ну голкипер в общем-то делает то, что он и должен делать. Вот, но защита, 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 защита Парадайза позволяет бить поворотом со штаб, после стандартов. Смотри сколько ударов уже, сотри! Ну это, знаешь, с одной стороны преимущество Спартака, с другой стороны, с другой стороны, футбольные боги, да, это такие, ну часто на них принято валить неудачи, да, но они такие переменчивые, что сейчас вот Спартака кучу моментов не забил, да, а Парадайз свой момент забьет, потому что, ну это кошмар какой-то, здесь даже уже не вратаря надо хвалить и не критиковать защиту Парадайза, хотя и это тоже. Ну вот, тут Спартаковские форварды, ну уже из такого количества моментов можно было пробить хоть раз в сторону, и это тоже минус, да, вот почему команда Спартак во втором дивизионе? Потому что она не умеет поворотом бить, ты можешь хоть сто моментов создать, но если ты будешь лупить во вратаря, ну вряд ли он там будет постоянно между ног пропускать, понимаешь? Ну вот, так что Спартак, Спартак сейчас, конечно, ужасно, ужасно сыграл в этих атаках, 6 ударов они нанесли, да, но это безалабенность. Парадайз приходит в атаку, как у них с реализацией, скоро увидим, но по-прежнему видно, что у них Russian King FIFA, да, возможно, его не хватает в обороне Парадайзу, вот, возможно, ну и в атаке тоже, конечно, лучше, когда играет нападающий, а не центральный защитник, но все равно, все равно, то, что Спартак сейчас не забил, ну это процент брака, это процент брака, и от него никуда не денешься, если ты, ну ударов вратаря вообще, принято считать, ну ударствор, да, его принято считать не браком, да, вот, но, но, чтобы вы понимали, да, Удар, ударов в рознь, одно дело, когда там вратарь из девятины вынимает, да, это, это, конечно же, не брак, это нападающий пробилка, вот сейчас удар был, но это тоже брак, потому что это мимо ворот, но, если такой удар, например, вратарь тащит, это я за брак не считаю, это, значит, хороший удар, но голкипер, он в воротах тоже не просто так стоит, да, вот, Вот, но те удары, которые Спартак наносил, они были именно бракованными, ну и сейчас момент Дельф Спата, штрафную, Russian King FIFA, ну вот момент был сейчас у Парадайза тоже, тоже не забили, но, видишь, Russian King FIFA все-таки не форвард, и поэтому я как-то снисходительно отношусь к его завершению атаки, тем более он в первом матче гол забил, вот, здесь, конечно, попадать надо по воротам, форвард ты не форвард, Но все равно не на своей позиции играет человек, поэтому тут можно, как говорится, на какие-то моменты глаза закрыть, но, вот сейчас Парадайз немножко собрался, и то, что они такой момент создали, это уже большой им плюс, Ну, правда, 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 тут Спатак тоже может ответить, нет положения вне игры, удары, снова только голкипер выручает, стоп, верни назад, верни назад, Я вот здесь вот хочу посмотреть, да, вот смотрите, опять, как играет защита Парадайза, плохо, они опять не держат, они, вот здесь должен располагаться второй защитник, понимаешь, это же Козе понятно, ну мяч куда отскочит, понимаешь, на него, вот сюда может отскочить, ладно, голкипер отбил так, что не позволил добить, да, это надо вратарю, спасибо сказать, что он классно отбил, Но, по большому счету, здесь, верни назад, вот, смотри, вот он бежит, оранжевый, оранжевый, ну почему остановился, ну что, и бежит, причем он по центру, он не рядом с ним, видишь, что проблема, здесь повезло, что был отскок такой, иначе все бы могло очень плохо закончиться для Парадайза, Концовку первого тайма мы с вами смотрим, ну и, в принципе, игра немножко успокоилась, моментов острых не возникает, но вот сейчас Парадайз имеет шанс провести какую-то быструю атаку, удар мимо, ну верни назад, еще назад, Леха, мотай, вот сюда, да, ну смотри, в чем ошибка Парадайза в атаке, они идут кучей, Это только в мультике, как казаки в футбол играли, такое работает, понимаешь, в реальном футболе игроку с мячом сложно, когда много людей на одном пятачке находится, ну почему не забежать туда, почему не забежать сюда, где ширина атаки, за счет чего вы пройти-то собираетесь, это же ужас, смотри, вот они идут, они идут кучей сплошной, и защитники тоже идут кучей, соответственно, да, понимаешь, А оборону надо растягивать, когда кучность создается, это облегчается задача защитников, понимаешь, тем более атака с ходу, это не позиционная атака, это атака с ходу, и здесь непонятно, почему, ну даже флангом, да, правым, вообще не атакует Парадайз, То есть они здесь вот свалились в эту кучу и бегут, ну так здесь должен хоть кто-то открываться, защитник, подключившийся к атаке, да, я не знаю, кто-нибудь, они все бегут по центру, бегут одной гурьбой, понимаешь, это как во дворе, это дворовой футбол, не выше уровня, слушаешь, это первого дивизиона команда так играет, представляешь, понятно, почему они аутсайдеры, понятно, почему они, там, не могут составить конкуренцию, Роса Туриста, Рот Ту Глори, да, Амити сейчас будет в первом дивизионе в следующем году играть, вот, смотри, ну как, как здесь вы пройдете, ну вот удар, да, и в итоге из-под защитника он бьет, ну че, в этом нет ничего опасного, блядь, и естественно, а если у Форуда нет других вариантов, потому что никто себе не предлагает, все закрыты, ну это отдельный момент, конечно, его надо разбирать, ну это, возможно, эпизод, да, но сейчас тоже, смотри, Стоп, ну что это такое, ну че вы опять на один фланг все свалились, идите, открывайтесь, там, 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 пошире играйте, елки-палки, ну что, на двух сантиметрах, здесь, конечно, можно выдать пас сейчас на зеленого, вот так, да, но все равно, вы этим упрощаете задачу обороны, Если бы, если бы у вас игрок тут бы стоял, да, понимаешь, вот этот защитник бы играл бы с ним, и было бы больше пространства, это же элементарные правила футбольные, смотри, Дель Спата пас не дал, но плохо дал, плохо дал, но тут уже, тут уже защита Спатака тоже нервничает, Но по большому счету, опять, смотри, вот они кучно стоят, это, это двор, и это уровень двора, понимаешь, такое нападение, уровень двора Вы хоть в реальном футболе видели вообще такое, чтобы все кучи играли в одном месте, ну это же, елки-палки, такой пазур ужасный, ну скидочка будет, будет, но эта скидочка ужас, ужас, что если-то мы врата не разобрались, у Спатака, ну это тоже момент интересный Вот угловой из ничего называется, угловой из ничего, если сейчас этого углового еще и забьют, а они забили со стандарта в первом матче, я имею ввиду Парадайз, да, вот, это будет очень плохим уроком для, для Спатака, смотри, еще, вот они, вот это их наигранная комбинация, с утолока штрафной, смотри, да, видишь, и там вполне могли с этого углового забить, А этого углового вообще быть не должно было, вот, так что первый тайм завершается таким образом, что там и Парадайз тоже мог забить, но у Спатака было, конечно, гораздо больше моментов, 10 ударов, 5 створ, но это, видишь, это брак, то, что Спатак в атаке не может гол забить, это брак, значит, надо работать над завершением, надо тренироваться, надо, и причем, я понимаю, иногда вратарь кураж ловит, так что не забьешь, Ну тут вратарь просто грамотно позицию выбирает, и это его работа, работа форварда бить по углам, где вратаря нету, понимаешь, а если все удары Спатака, ну вот они 5 ударов в створ нанесли, и все эти удары в створ пришлись по центру ворот во вратаря, естественно, он это отобьет, он же непрозрачный Второй тайм начинается с активных действий Парадайза, они чуть лучше вошли в игру, и вот момент, удар, 1-0 Вот так вот, MJ забивает гол, ломает угловой флажок, носоты Верни назад, давай разберем этот эпизод, еще назад Так, ну что, конечно, конечно, опять же, мы видим ту же самую схему, только на этот раз она сработала, потому что пас прошел на MJ Так, вот здесь вот, вот, вот здесь, запуталась оборона Спатака здесь в конец, ну это, поймали защитников на ошибке, но опять же, насколько бесполезно, ну тут, знаешь, это не коса на камень, да, а перышко на бумажку нашло, понимаешь, и это смешно, потому что, когда коса на камень, это что-то сильное против что-то чего-то сильного, да, сильная атака против сильной обороны А здесь наоборот, ужасная атака против ужасной обороны, это в цирке надо показывать, вместо клоунов, сейчас над клоунами уже никто не смеется, а это смешно Смотри, три защитника стоят в линию, да, и причем все втроем, и даже еще четвертый, идут на мяч, елки-палки Вот этот, этот, даже не видишь, что там кто-то забегает, открывается, атаковать в момент приема, даже не знает, что такое, куда ты бежишь, алло, вот у тебя соперник, ты что не видишь его, что ли, иди играй по сопернику Ну это единица с минусом в такой обороне, но атака тоже веселит, понимаешь, вот это, что опять за казаки футбол играют, три человека на одном сантиметре, они друг другу как должны помочь И это не атака, это какой-то балаган и цирк, тут знаешь, лучше всех в атаке, лучше всех в атаке у Парадайса, блин, играет центральный защитник Russian King FIFA, потому что он, по крайней мере, позиционно правильно играет Остальные, я не знаю, что они делают вообще, ерундой какой-то занимается, ну вот он, смотри, ну такой пас дал, слушай, это не центральный защитник, это плеймейкер настоящий Ну его хоть один атаковал, хорошо, но остальные-то что делали, опять же, смотрите, этот открыт, здесь открыто, тут открыто, что вы делаете втроем, этот бежит куда-то, куда ты бежишь, алло, защита, играй в обороне Нет, блин, кошмар какой-то, ё-моё, это смешно, это, знаешь, уровень защиты с ПТК, даже при Гунько такого не было, безобразие Саты, ну ёлки-палки, ты защитник, а в итоге все в дураках остались Это, знаешь, ну я даже не знаю, с чем это сравнить Саты, вот идёт, идёт стоп, ну вроде нормально, да, два человека на четверых играют Этот, ну хорошо, как в таких случаях действует, да, блокировка, подстраховка, детский сад, детско-юношеская спортивная школа Идёт один в отбор, второй страхует, чтобы пас не дал, чтобы он не пронвался Как, и главное, блин, ёлки-палки, ладно бы один в один это было Ну он пас даёт, но здесь грамотно забежал, конечно, MJ, да, грамотно И Russian King FIFA это увидел Но, вот этот вот 14 номер, да, он должен играть был по MJ уже Он по MJ должен уже был играть Чё, он же видишь, он забегает, он забегает, он не резко забежал из-за спины Он, он, он у него, видишь, смотри Вот стоп, причём здесь даже вот этого обвинять в искусственном офсайде бесполезно Потому что ребята побежали Ну вот смотри, если вы побежали, да, уже 14-й вроде взял, но он показывает уже вроде, что я его беру, да Вот, и этот должен идти на мяч Ну 14-й этого пропускает Жёстко поставь корпус, иди борись, корпус, корпус Всё, этот до мяча не добежал Ну, видишь, недоработки, конечно, кошмарные MJ классно пробил Там уже голкипер не мог помочь своей команде И заслуженный гол Парадайз Один лоб Ну появляется определённое ощущение, что Спатак поплыл Они уже грубейшие ошибки допускают На ровном месте На ровном месте, да И сейчас я не удивлюсь, если Парадайз сможет ещё и забить Потому что Ну, Спатак кучу моментов в первом тайме не реализовал, да Вот, но Парадайз Парадайз тоже, в принципе, играет довольно плохо в атаке Неорганизованно Вот они, видишь, сбиваются всё время на один фланг И это их лишает эффективности Я смотрю уже, которую атаку Парадайза, да И удивляюсь, как они вообще ещё играют Ведут в счёте, да Ну, видишь, они какие-то... В каких-то эпизодах оказываются сильные Ну, сейчас, конечно, здорово Стоп, верни назад Ну, в касании, когда играют, это мне всегда нравится Это, конечно, замечательно сейчас было Вот, ЛФК Айсман отдал на ФК СМа Спатта, в касашку всё это идёт Ну, тут защита у Спатта такая, что, играя в касание, их можно обдувить Ну, вот здесь, смотрите, да Вот в этой атаке Они хоть и узко располагаются, но сейчас они грамотно располагаются Один слева, другой справа И они растягивают эту оборону, понимаешь? В итоге получилась проникающая передача Смотри, вот, вот, вот А видишь, а если бы они ещё шире бы стояли Понимаешь? Здесь был шанс, что пас Айсмана перехватят Вот, вот здесь вот был шанс Но защитник не успел И в результате выход Ну, и тут, конечно, можно было бы ещё, конечно, поиздеваться, да Но решил пробить в касание Russian King FIFA Возможно, стоило принять и пробить два касания Чтобы наверняка дал дальний угол Ну, там защитник под дальний угол уже перекрывал Ну, можно было вот сюда пас катнуть, вывести, да Но тут уже ладно, он не формат Принял решение, пробил Пробил опасно И угловой удар Вот вам, пожалуйста То есть уже во втором тайме Спотак как подменили Не хватает Не хватает им строгости в обороне, да Ещё один навес, удар И сейчас уже в защитника мяч попадает Ну, смотрим Вот он мне показали Ну, хорошо выпрыгивал Похожий на Давида Луиза человек Ещё смотрим На ближнюю штангу Типичный розыгрыш Ну, тут уже Спотак научился его противостоять Правда, видишь, снова, снова потеряли позиции Игроки Спотака И могли нарваться на опасную контратаку Ну, и снова Спотак не переходит Видишь, у них начались ошибки При переходе из обороны в атаку То есть их прессингует Сваты Уже которую атаку Спотак не может начать Просто их Настолько здорово прессинговал Барадайз Вот впервые За свою половину поля ушли Ну, и тут снова мяч бездарно потеряли Краунет Фокс Отдаёт центр Ну, это такая свечечка, конечно Да, но в расчёте на то, что свои Успеют занять позиции за пессинговать Ну, и в итоге они Чересчур увлеклись, да И заработали Заработали Штрафной Вот Доворот Ты четыре метра Ну, бить здесь Не знаю, стоит ли Это на вес Удар Ну, в расчёте на Сутолоку В ошибку Ну, в итоге В итоге Не получилось Ничего О, боже Вратарь ошибся Спотака Ну, это, знаешь У Спотака всегда там То Джанаев То Писяков Это кошмар был Ужас Ну, смотри Ну, это просто Просто кошмар Ну, что касается этого момента Тут разбирать Разбирать Особо И нечего Ну, вот Ну, зачем было отбивать Ну, ёлки-палки Что? Ну, видимо, просто Какая-то, говорится Мисклик, да Произошёл Но По большому счёту Сейчас он лишил Спотак Всяческой возможности Уже Всяческого преимущества Да Вот Естественно Сыграл крайне неудачно То есть Мяч отлетел Прямо на ногу Соперником Ну, и удар Гол Как гол Как гол Как гол Тёпно подивает Да Одежда, конечно, умирает Радуются игроки Парадайса Писся на раме Писся на раме Да Писся только так и играл Ну, видишь как Видишь как Это такой Такой момент Он деморализует Ещё и свою команду То есть Они Получается Там стараются Что-то делают А вратарь Привозит Да И пропускает Такой гол Там даже бить Поворотом-то Не надо было Понимаешь С таким Вратарём Вот Это, возможно, эпизод Да Но эпизод Допущенный Ошибка Допущенная В критический момент Её Фактор Да Он умножается В 10 раз Когда такое происходит Тем более Когда команде Жизненно необходимо Да Это стыки Это шанс Пойти в первый дивизион Да И так Вратарь подводит Сейчас ещё Мяч своего Попадает Ну Спотак Уже сейчас Судорожно Пытается Отыграться Если Парадайз Спокойно Переживёт Этот момент Видишь Они уже Просто бьют В расчёте На то Что вратарь Там ошибётся Да Вот Сейчас Спотаку Чтобы проходить Надо забивать 3 Ну и Забивать Хотя бы 2 Чтобы Сравнять счёт Ну Времени Остаётся Мало Да Конечно Мы видели В профиклубах Как За 2 минуты Там Команды Спасались С разницы Счёте 2 мяча Вот Но Вот опять Голкипер Вышел Ну Это Уверенно Сыграл Видимо Попытался Подарить Команде Шанс Ну Что Мол Я Спокоен Не переживайте Была случайно Сорковая Ну Вот Сейчас Момент Для Спотака Это Овсайд Это Овсайд Да Ну Такой Матч Конечно Нервный Очень Нервный Нервы Уголкипера Сдали Вот Ну Пока Всё идёт К тому Что Парадайс Останется Останется В первом дивизионе Спотак Соответственно Во втором И Тут Сложно Что-либо Будет Изменить Ну Конечно Судя По игре Судя По игре По Моральному Какому-то Настрою Но Парадайса Всё-таки Выше Спотак Ломается Психологически Не хватает Может быть Духа Спотаковского Или что-то Ну И Конечно Оборона Шоу тех Шоу тех Это Проходной Двор Вот Команды Так-то В целом Равные По силам Но Вот Смотри Офсайда Нет Ну Враталь Вот Сейчас Враталь Свою Работу Сделал Да Но Защита Играет Настолько Плохо Что Это Ну Это Всё Это Уже Парадайс Прошёл Дальше Верни Назад Лёха Ещё Назад Куда Ты мне Показываешь Уже Концовку Эпизода Вот Стоп Ну Посмотри Да В такой Ситуации Ну Надо Делать Надо Делать Искусственный Овсай Да Да Но Это Должны Согласованно Сделать Два Защитника Не Надо Бежать За ним Зачем Бежать Идите Ну Видишь Как Вот Крайний Конечно Страстную Ошибку Допускает Ну Тебе Та Чё Сюда Бежать Он Причём Бежит Сломя Голову Притомози Ну Видишь Вот Он Идёт Здесь Уже Пас Видимо Был Дан Да Или Что Ну Да Смотри Ну Хорошо Хорошо В такой Ситуации Кого Надо Держать В первую Очередь Опять же Мы Возвращаемся К основам Вот Опять Все Бегут За Игроком С Мячом И Это Двойка Спотак Заслуженно Не Прошёл Первый Дивизион Там И так Таких Команд Выше Крыши Ну Смотри Они Не Этого Ну Это Единица С Минусом Смотри Галкипер Отбивает Да Мяч Ну Иди Закрой Этого Закрой Вот Этого Чё Ты Бежишь Ещё Мало Того Что Я Я Я Из Команды Выгонял Бо Людей Которые После Удара Встают Встают Или Убегают Куда Вы Побежали Марафонцы Вы Недоделанные Куда Вы Побежали Вы Должны Были Закрывать Вот Этих Людей Понимаешь Вот Этого Вот Этого Почему Рядом Эти Тоже Бегуны Сборная Бегунов Это Не Футболисты Это Какие-то Бегуны Играют За Спотак Чё Вы Делаете Чё Вы Творите Вы Футбол Играть Умеете Вообще Или Нет Понятное Дело Что Вы В этом Матче Проиграли Тут Вратарь Даже Когда Он Вас Выручает Выручает Вы Всё Рядом Побегу Понимаешь Рядом Чё Ты Делаешь Ты Ему Там Должен Был Как Я Руди Фюлеру Чуть Ногу Не Оторвал Пусть Пенальти Заработает Ну Хоть Борис До Конца Чё Ты Делаешь Пустые Ворота Даёшь Добивать Ну Тут И Эти Хороши И Эти Хороши Игры В обороне Вообще Нету Нету Ну Куда Вы Вдвоём Побежали Куда Кошмар Понимаешь Кошмар Это Цирк Детский Сад И Тут Даже Знаешь Парадайз С этой Атакой В стиле Казаков Которые Футбол Играют И Тос Мог Три Штуки Вам Отгрузить Это Кошмар Какой То Ужас Ну И Знаешь В любой Другой Ситуации Там Ну В начале Матча Спатак Создавал Моменты Можно Было Говорить О том Что Там Парадайз Якобы Отскочил Но По Игре Потому Что Было Во втором Тайме Спатак Вообще Ничего Не Создал Это Первое Второе Он Расклеился После Первого Жигула И Ничего Больше Не Создавал Но С Такой Обороны Конечно Стыдно Играть В первом Дивизионе И Конечно Там Делать Совершенно Нечего Если Люди Не Умеют Не Передачи Прерывать Понимаешь Не Как-то Позиционно Располагаться Грамотно Я не говорю Что Парадайз Это Грамотно Делает Вот Там Тоже Косяков И Косячников Хватает Вот Но Но Чтоб Вы Понимали Да То Что Делает Там Парадайз Это Десятый Вопрос Победителей Как говорится Не судят Да Они Проходят Дальше И у них Они остаются В первом дивизионе Конечно Там Они С такой Голой Все Будут Аутсайдерами И на Следующий Вот Но Команда Спаслась Команда Спаслась Вот Что Касается Спатака Ну В обороне Бардак В атаке Нет Реализации Да Ну На что Рассчитывать В первом дивизионе Я не знаю Но Здесь Конечно Более чем Заслуженная Победа Парадайса Успешная Игра Вот Естественно Спатаковцы Расстроены Но Они Сами Виноваты Тут Никто Кроме Них Не Виноват Да Там Вратар В одном Эпизоде Накосячил Конечно Тоже Не очень Радостный Момент Но Вообще В целом Игра Ставила Положительное Впечатление Да Вот Игра Парадайса Я имею ввиду Да В целом В целом Но Ошибок Конечно Много Игра Парадайса В целом В С точки Зрения Морали Да То есть В первом Первый тайм Они вообще Проиграли Вчистую Практически Но во втором Собрались И так По показателям Равная игра По проценту Брака Конечно Спатак Чуть лучше Но за счет Своей Вот этой Вот игры В короткий пас Да Спатаковский Но оборона Конечно Это не оборона Того Спатака Который играл При Бескове Совершенно Нет Вот Тут Можно много Чего Говорить Да Рассуждать О том Как Как Отчего Спатак Вот Ну В этом матче Наверное Игроки Низкие Оценки Получили Ну Вот Что касается Парадайса Смотри У них схема Какая С флангами Да Они играют Они играют Наоборот Узко Ну Команде Следует Пересмотреть Пересмотреть Свою Расстановку Да Возможно Возможно Им стоит Действительно На Какой-то Узкий Ромб Перейти Или что-то В этом роде Да Но У вас Остановка С флангами А флангов Нету Получается И команда Вся живая Да Нет ботов Но при этом Ну как Если Если вы Играете С инсайдами Например Да Подольский Там И МДжи Инсайды Хорошо Ну тогда Пепси Коля И Краун Фокс Должны к атаке Подключаться Но этого нет А если вы Играете Просто с инсайдами Да То у вас Теряется Преимущество Этой расстановки То есть Ну они все Сбиваются В одну кучу И получается Каша Ну вот И ладно У спатака В обороне Каша А если бы Там была Нормальная Команда Организованная Да Вот То было бы Конечно Гораздо сложнее Видно Что вот эти Вот инсайды Да Они большой Брак допускают Что подольский Что МДжи Но МДжи Открывается Здорово Голы забивает Вот А что касается Что касается Остальных То тут Конечно Бардак Определенный Есть У спатака Процент брака Низкий Относительно Да Но 7 битс Го Гришин Слабовато Выглядели Но остальные Это нормально И конечно Конечно Спатак Виноват Сам В своих Проблемах Потому что Ну они Много не забили Они не забили В начале То есть Там Форварды Их подвели И можно о чем угодно Говорить Но Оборона Спатака Никакой критики Не выдерживает При том что Довольно Слабо Атаковал Парадайз При том что У них Центральный защитник Играл форварда Спатак Очень слабо Оборонялся И я это Разбирал Но мне очень Хочется Чтобы в следующем сезоне Спатак Ну вышел Наконец На достойный уровень Да Чтобы Ну все таки Такой клуб Так называется Да Спатак Он не должен играть Плохо Он должен стараться Всегда идти вперед И мне как Спатаковцу Очень обидно Что эта команда Допускает Такие ляпы В обороне И причем Не учится На своих ошибках Это не какой-то Единичный Случай Да Это постоянно Так происходит Но К сожалению К сожалению С такой обороной В первом дивизионе Делать нечего И Я очень надеюсь Конечно Не думайте Что я там болеть буду За Спатак Или что-то в этом роде Но я надеюсь Что В следующем Сезоне Спатак Поработает Поработает Над Обороной Да Над завершением Атаки Причем игра-то У команды Есть У них есть Этот пас Они Когда Команда Скажем так В хорошем Расположении Находится Заряжена Когда она Она доходит До ворот соперника Постоянно Создает моменты Да То есть Это все есть Подтянуть Завершение И Организовать Оборону Хоть как-то Организовать Чтобы они Хотя бы Азы Знали Потому что В этом матче Так получилось Да Что Ну Гораздо Острее Был Парадайз Хотя 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 С точки зрения Футбола Да Там Если бы Защита играла Ну Даже Даже Не на Пятерку Да Ну Хотя бы Хотя бы На троечку На четверочку Спотак Сегодня Так крупно Не проиграл Не было бы 0-3 Да Ну там Вратарь Проявился Ну такое Бывает Вот Ну в остальном В остальном Я не вижу Я не вижу Каких-то Знаешь Случайностей Трогических Все остальное Это было Именно следствие Слабой игры В обороне И поэтому Я надеюсь Что ребята Прислушаются Как-то Примут Мои слова Скажем так Как призыв К действию Да И начнут Отрабатывать Именно эту оборону Потому что Это Это очень важно Это очень важно И я надеюсь Что ребята В следующем сезоне Исправятся Ладно Всем большое спасибо За просмотр Поздравляем команду Paradise С тем что она осталась В первом дивизионе Ставьте этому видео Лайк Если вам понравилось Ну и подписывайтесь На канал Всем большое спасибо Удачи И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok